Рашид Улджобоев выращивает два сорта клубники. Черный принц и местную, как ее еще называют, долгоиграющую. Первая ягода более крупная и стоит дороже. За один килограмм 80 сом, минимум. А вот для долгоиграющей клубники эта сумма уже предел. Кстати, первая клубничная волна уже прошла. Длится она с середины мая по середину июня. С одного гектара за лето собираем 18 тонн. В этом году клубнику мы посадили на 6 гектарах. Дождливая пора плохо сказывается на этой ягоде. При сильной сырости она гниет. Чтобы побыстрее ее сбыть, чтобы она не сгнила, за килограмм просим по 40 сомов. А когда урожай хороший, килограмм клубники продаем по 70-80 сомов. Она отлично подходит для варенья и как натуральная добавка в йогурты. Сбывает свой товар Ашид Улджобоев в Казахстан и Россию. Как рассказывает земледерец, еще ранней весной предприниматели приезжают и договариваются о покупке. Дело, говорит Рашид Улджобоев, достаточно прибыльное. Но вот сколько выходит чистого дохода, не раскрывает секрет. Клубника становится понемногу красной, но ягоды созреют теперь лишь к середине июля. Тогда и начнут собирать уже второй по счету урожай. В целом сезон клубники продлится до первого снега. Клубнику Рашид Улджобоев выращивает уже 13 лет. Участок в 7 гектаров арендует недалеко от Бишкека. На одну сотку затраты нужны, говорит, тоже большие. Около 80 тысяч на рассаду, удобрение и на зарплату работникам. Их здесь 8 человек. В этом деле занята и вся семья земледельца. Выходит, что 7 соток обрабатывают 18 человек. С утра до вечера работаем. На одной сотке земли по 2 человека. Этого достаточно. Убираем сорняки, поливаем, рыхлим почву, распыляем селитру, чтобы не было паразитов и удобряем азотом. Земледельцы говорят, что за клубникой нужно присматривать, как за младенцем. Тогда и сочных ягод уродиться достаточно. Здесь в прошлом году цвели помидоры. Клубнику посадили совсем недавно. Эти кусты уже скоро дадут сплоды, но не в таком объеме. Каждые 3-4 года культура чередует, чтобы урожай был богаче. Совсем рядом с клубничными плантациями поспевает и малина. 50 соток. Эта культура, напротив, только начала плодоносить. Первый урожай уже собрали. Для себя, не на продажу, говорит здешняя работница Гульнара Токтабаева. Мы собираем здесь не каждый день, а через день. И когда мы собираем, ящик собираем, в один день в одном ящике, почти 5 килограмм будет в одном ящике, в таком количестве, что этот ящик будет 29-30 ящиков. И по какой цене продаете? От 40 до 150 сом. От чего зависит цена? Когда малина много, цена понизится. А когда малина мало, тогда повыше будет. Сейчас ждут, пока поспеет следующая партия этой вкуснейшей ягоды, которая также попадет на рынки Казахстана и России. Все по той же схеме. Кстати, основной сбор малины проходит в августе. За малиной нужно очень хорошо ухаживать. Например, удерживать кусты в вертикальном положении. Кстати, высоту они могут достигать двух метров. А еще малине необходимо много воды. Чтобы полить вот эту плантацию, крестьяне встают в очередь и радуются дождям, которые, наоборот, способствуют хорошему урожаю этой ягоды. Анастасия Соболева, Алтенбека Набекулу, НТС. Анастасия Соболева, Алтенбека Набекулу, НТС. Анастасия Соболева, Алтенбека Набекулу, НТС.